Хаос нас банкротит. Я вас приветствую, друзья, с вами Верусы, наши темные эльфы. Кстати, на севере усложняется ситуация... На это все можно пропускать даже. Усложняется ситуация тем, что у нас не было здесь поселений, и Хаос просто всей толпой пришел сразу в нагород. Если бы он хотя бы рушил потихонечку по одному стеку, они бы как-то разбились бы парами и не валили бы всей толпой. А тут у нас получается сюрприз и прям оборона должна быть образцово-показательной. Но погнали. Возможно, вполне возможно, нам придется нагородно оборонять под стенами. То есть я монстров буду выводить, чтобы вышки стреляли, чтобы арбалетчики бились со стен, чтобы убивали врага, ну, как в фильме «Трое», да, там, когда лучники стреляют по грекам со стен. В общем, мне кажется, что-то такое придется использовать. Когда враг ворвется уже, убьет многих наших пехотинцев, которые могли бы оборонять стены, потому что они точно не смогут сдержать. А там три стека, я думаю, пойдут воевать. Костатриасы уничтожены, а Жак все слился. Вампиры его додавили. Хотя нет, возможно, гномы, либо пограничное княжество там в итоге тоже поучаствовало. Харганит, дотягивается. Ну, естественно. Здесь интриги, считай, не было, что он дотянется. До Гронда. Ну, вновь взрыв, только если, ну, доверимся автобоев. Так и быть, блин. Здесь есть смысл разыгрывать эти сражения. Но хаос дотягивается. Дотягивается до арены двумя стэками. На Гронд тоже двумя стэками. Третий, четвертый подводит стэк. Пятый, шестой. Ох ты, ешкин кошкин. На штурм не идет. Хотя может себе позволить, в принципе, идти на штурм. На Гронд потеряем. Такую орду нам сейчас в этом поселении не остановить. О, мамонтенка автобои с этим отрядом отлично добили. Шикарно. Че там грабишь вновь? Ах, тара-та-ти-да-ти-да-там. Так. Популярность. Общественный порядок. Содержание. Бэль с ОМОН. Верность. Забрать. Пусть выдаст мятежников. Пятнадцать тысяч. На Гронд у нас в итоге сейчас оказался. В осаде. И нанялись. Наши темные эльфы, братья. И у нас пятнадцать тысяч. И это еще не предел. Думаю, нам придется и сафири. Так, давай, ладно. Разорим. Ты дотянешься? Да, до Белой Башни Хуэта ты дотягиваешься. Нападай сейчас. Автобои. Вракарты мы верим. Он способен. Разоряем просто тоже. Просто ради денег. Теперь можно оккупировать. Сладкая награда. То есть Ултуан нам нужно забирать. А вот все-таки земли лизардов можно было грабить. Не трогать их. Не захватывать. Не особо благоприятные тут эти земли. Чтобы прям так за них цепляться. Не вижу смысла. Бери. Дальность перемещения. Будто приятные ветра. Горрок несет потери здесь. Один стэк горроком и без проблем. Встретим. Цири тут. Жабитый выродок. Так. Ракард. Тебе надо прокачать денег. В общем. Сейчас раздобыли. На первое время. Шакаром. Думаю добивать их смысла нет. Шакаро выплывай. Плыви на север. Плыви, плыви, родная. Бель Самон, Бель Самон. Для тебя задачи по-прежнему нет. Только если сбегать вот этих хауситов разбить. Но пока ты будешь бегать, тут Франц начнет пакостить. Он только сидит и ждет искусственный телек. Когда мы уведем. Стремительная атака могла бы тут, естественно, помочь. Но через нее играть достаточно легко против хаоса. Не так часто этот навык. Поэтому в последнее время качаю. Вот как с ведьмой Хелеброн. Ковчег. Но с тенями должен выигрывать. Гор-рок. С другой стороны, после предыдущего сражения рисковать сильно не хотелось бы. Давай чуть назад отплывешь. Отплывешь чуть назад. В итоге тебе повезло. Ты не одинок. По дешевке нанимай. Если он хочет так, то пусть будет так. Ведьма Хелеброн перебросим. А ну-ка. Ну вот так вот, чтобы он дотягивался. Но только ор. Приходи один. Если не трус. Маликит, естественно, нападает... На Хексуатль. Тут придется лично разыгрывать битву. В нашу победу легко так не поверят. Хотя, соответственно, и Маликит и Магичка сделают очень многое для победы. Ворота одни. Драконы. Плеваки у тебя. В принципе, стрелковых отрядов практически нет. Ну тут... По мелочи эти могут обстрелять нас. Погнали. Тянуть в любом случае смысла нет. Нам данное поселение... Но нужно разграбить. На этом же ходу, скорее всего, и заберем его, и... Чтоб провинция была полная. Ну а дальше земли южнее будем грабить. Просто Хексуатль это хороший такой оплот для... Маздамунди. Он тут сможет себя чувствовать удачно. Победителем местами. За счет найма. Так. Идея, вы в безопасности здесь находясь. На тени спалятся. Стражу разместим в лесу пока. Тени предлагаю у вас... Фигово, что не отображают, спрятались вы в лесу или нет. То есть они по умолчанию прячутся и все. Потому что если вышка начнет стрелять, это будет больно для вас. Так, дракон, иди сюда. С малекитом. Погнали. Ломай вышку. О! Отчасти шикарно здесь для магички. Сейчас складывается ситуация. Этих не палят, никого не видят. Большущая толпа. Магичка огнем сейчас их будет... ...очень удачно выжигать. Вот огонь пошел, по-моему, в самое бесполезное направление. Мог бы сюда двинуться. Тоже мне кудесник, а. Ну ладно, пока эти вышки ломаются. Пусть артиллерия наша работает. Сейчас он отразится. А нет, в принципе, здесь... ...прошел удачно. Я просто думал, как раз если что зацепит этих. Жди, жди, красавица. Че вы вылазку хотите сделать? Ну давай, 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 давай по одному. Че вы, че вы сделаете? Но вот это вот больно будет. Так что лучше слишком далеко не отходи от стены. Это могут они действительно сделать больно. Смотрите, как ящерицы от огонька убегают. Че, подходите, погрец. Вышка однокровная. Мы вас обогреем. А еще зажарим. А еще будем жарить на вертеле. Так, артиллерия справилась. Отлично. Не стреляйте. То есть нам нужно просто сохранить в максимум. Эти две вышки угничтожим. Отчасти этого будет уже достаточно. Чтобы те неспокойно подошли сюда. Чуть сильнее угол дадим. Вот, отражение нашлось. Можем немножко вихря вот сюда. В какую бы сторону не пошел. Он выбрал. Естественно. Поменьше. Для верности ломаем и эту вышку. Тени заходят теперь с угла. Тени появляются в полдень. Как раз таки в данном случае у нас. Но в любом случае он их не видит. Они вне зоны действия вышек. Вышки их не могут сейчас спалить. Четыре отряда пока будет достаточно. Выходи. Расстреливай. Всех. Че не дотягиваетесь? Ну че за брехня? Вот. Смотрите. Оп. И отряд солег. Эту вышку тоже успели уничтожить. Красавцы. И хватило же боеприпасов. Молодцы. Крокодилов. Крокодилов. Сквозь стены сейчас это очень хорошо прошло. Хотя я надеялся, что отразится даже. И ударит им куда больнее. Маликет. Блин, тут они разбежались уже. Ну пока твой вихрь нам не нужен. Там огненный маг справляется. К ней претензий нет. Она молодец. Расстрелять. В этот момент следующий предлагаю отправить подальше. Убейте этого же гиганта. Или даже дикого карнозаврика для начала убить. Все, стрелялись, ступить. Вам разрешаю картечь использовать. Подползти. И использовать картечь. Стрелять. Вот. Прожарили его еще хорошо. Так. Плевак и не добивает. Плевак. Сейчас проку не будет никакого. О, подожди. А, а, это аватар. Думаю, прям любопытный момент такой. Когда он успел выскочить-то? Ну давай дракона отправим тебя. Встретить. Остальные заходим. На стены. Готовимся. Тут нужно парочку сбрить. Куда ты там бежишь? Куда ты там пытаешься спастись? Тебя уже ничего не спасет. Маликит. Ну, они отступили здесь, жаль. Ну давай твою. Че веселиться одна. Магеса. Твоё заклинание тоже их не... Хотя... Под обстрелом сейчас можешь оказаться, поэтому... Лучше пока отступить. И этих быстренько добить. Отступить. Они полетят в любом случае за вами. Хотя отдаваясь с объемом. Разрешаю открыть огонь. Мне будет дольше выделиваться сейчас. Выделываться... Им нельзя позволить. Все. Шикарно. Дракошки, возвращайтесь. Копи еще магию. Плевок. Отступление. Можешь так, для приличия вот сюда плюнуть. Уходим. Драконов сейчас предлагаю больше не использовать. Пехоту-то потеряем и восполним легко, а монстрам нет. Я бы стражу Нагоронда подвел, но они сейчас все здесь. Не, мы можем вот этих четверых закинуть на стены. А ну-ка давай. Я думаю, это его отвлечет. Это его должно прилично отвлечь от того фланга. Все, наши лестницы уже у стен. При этом он не суетится. Он не пытается перебросить туда хотя бы часть армии. Любопытненько. А ну-ка, попробуйте дотянуться до них. Так, добивайте, отлично. В них очень красивая, эффектная и эффективная атака дальнего бура. Ну, они реально даже не пытаются защитить этот фланг. Ну ладно. Вперед. Посмотрим, что из этого выйдет. Сожрите его. А, все, они побежали. Они вон только на горизонте Стража Нагоронда увидели сразу. Поняли, что с нами связываться не стоит. Вот такой это извращенный штурм. А Магесону нанесла больше всего, естественно. Дамага убила больше всего. Там у нее... Сейчас посмотрим, сколько. В единицах сняты хп. И ценность этого самого урона. 43, величина 4000. В принципе, эти монстров убивали. У них тоже достаточно важная часть работы. 34, я ожидал 1060, если честно. Но это маленький-то у него. Не самый лучший для этого качества. Давай, разорим. Вторая жизнь. Дальность перемещения. Хорошо. Так, на Хигса отеля. Окупировать. Третьего уровня город будет. Но тут, в принципе, хауситы не доберутся здесь. И... Незначительно все это. Так, а порт-корсар уже, но это другая провинция, можно было не захватывать. Ну, пёс с тобой уже. Специализация. Последние уровни. Докачиваем. Так. Тяни, толкай. Ты умрешь. Прости, конечно, ты умрешь. Зов бледной королевы. Ты умрешь. И с этим сделать я ничего не могу. Стены есть. В принципе, и гарнизон хороший. Но не потянут они, нет. Ковчег. Продолжаем. Перетягивать на тот фланг. Тут мы ничего не видим, что происходит. Башню Черного Света могут уничтожить. Думаю, это все-таки важнее защитить башню, если что, чем наград. Флотоводец, ты остаешься. Тебя сейчас используем для найма. И дальше надо усиливать давление. А, кстати, Роккар. Там же плюшка 20 тысяч плавает. Сейчас уничтожим Сафири и заберешь ее. Просто так деньги транжирить мы не будем. Тор, Иврис. Тем временем, пока бюджет позволяет, будем вкладываться. Здесь в оборону так тем более будем вкладываться. Остальное, скажем так, прямо сомнительно, может быть. Потому что я сейчас начинаю возводить. Ну, пусть будет. Обычно, когда у меня нормальные города на границе, я вот так вот с теги хауситов косую потихонечку, да, и они где-то там уничтожаются уже регулярной армией, где-то еще что-то появляется на их пути. А тут голые земли. И они спокойненько дошли. Так, подруга, нанимайте теней. Нанимайте теней. Флотоводец отплывет подальше. На флотоводец должен жить. Флотоводцам и подставлять под первый удар, который точно может разрушить и нанести большой урон. я не стану. Так, вон стек гномов. Сейчас санузел проверят на прочность хауситы. О, тут героев поприсоединил. Последний оплот, но это это смерть фракции. А тайм? тек лист в итоге пережил их. Нападает в группу. Заманиловка сработала. То есть, он один пришел. Ну, умом сообразительности не отвечаешься. В общем, ты, да? Особой. Так, 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 что у нас? Ну, нормально. Нормально у нас все. Всего один стрелок и один копейщик, но полноценно. Остальные, скажем так, скорее застрельщики, но они могут бегать и покастить куда больше. эффективнее. Артиллерия. Бьешь по пехоте. Дотягиваешься практически сразу. Замечательно. Ведьмы. Вы должны будете выйти сразу. Вообще, копейщики первыми. Арбалетчики. Ну, а вас предлагаю все-таки по флангам разбросать. Монстры, которые дойдут по центру. Ну, фиг его знает, кем будет убиваться на самом деле. О, кстати. Тут опять вот этот дурацкий момент. Погнали. Выходим вперед. копейщики. Бьете пазаврам. Здесь кавалерия. Все-таки вам придется отступить. Вы на вылазку не идете, а вы на вылазку идете. Хотя тут тоже кавалерия. По центру надо было вылазку делать и все. Такая мысль была, конечно. учитывая, что мы совсем без копейщиков. Да, чтоб тебя встроиться нормально. надо. Погнали. Продолжение следует... Продолжение следует... Давай-давай-давай-давай! Мы выиграем. Фелебром, помогай. Остальных сейчас будем взрывать. Убегайте. Но ведьмочки бегут. Да уисчезнет и флаг этот. Да мы в курсе, что они убегают. Ну, нас это сейчас меньше всего интересует. Мы эту тему видели. Подчищаем ряды. Так, срабатывает. Так, вы возвращаетесь. Сейчас бы маг нам пригодился. Тоже убегайте, убегайте, убегайте. Возвращаться. Давай-давай-давай-давай-давай. Бастиладон, кристалл оживления. Все это мелочи. Хотя подожди, блин. Не тому. Порви их. Старушка верная моя. Нет, бесполезно расстреливать что-то. Как гор-рока. Уйдите. Этих добиваем. Перебросим вас сюда. Главное никого не потерять именно окончательно. Вот, например, вот этот отряд. Хотя ведьм еще можно. Ведьмы не так критично. Так. Бегом сюда. Но ептель-моптель взял, сбежал. И взрывать уже некого только. Но тут вон остатки. Главное палачей не потерять. Вперед. Так, вы тоже вперед. Вы от этого избавьтесь. Так, Хелеброн. Помоги. Победа наша. А что вы не преследуете их? Я не понял. Победа наша. Против лизардов, естественно, этот стэк далек от идеала. Еще раз ударь его. Это 100% первого победа. Держи. Нам, по факту, конечно, меньше... Вместо пиратов можно было бы взять арбалетчиков сюда. И они куда бы лучше заходили. Возможно, даже никого не слили. Но есть такой у нас вариант сейчас. Что все остались живы. Из состава ведьм Хелеброн. Этот стэк неплохо подошел бы для обороны городов. Не, одну ведьмочку все-таки. Но в таком мясе это еще даже незначительные потери. Зато теперь два ковчега смогут отправляться. А Хелеброн может быть и реально отправить севернее воевать. Заменим, если что, на арбалетчиков. Ну, а такой вот дополнительный резерв будет. Она. Победа над Горроком. Превосходная защита от натиска. Здоровье саунидер побольше. Так, за передвижениями воинов хаоса надо следить. Это ускорение надо отменять. Ну что, часть армии может пройти. Не все могут начать штурмовать столицу. Если это так, то у меня есть шанс ее все-таки спасти. Если нет, многое можем потерять. Этот стэк, скорее всего, сейчас ковчег будет разбивать. Пока он один. Пока там их не наплодилось. Может, тут ну просто баснословное воинство собралось. А Малекит проиграл столицу одному стэку всего лишь. Это, конечно, не выглядело достойно настоящего темного правителя. Клан ускоряем. Зюденбург там вон шевелится. Пойдешь на штурм? Ну, остров мертвецов это наша столица. В принципе, можно на цитадель пока подзабить. Не дать столицу осадить, чтобы не потерять доход от торговли. Поселение в осаде. Филиндер. Филиндер, цилиндр. Давай, Ракард. Ты обивай Сафири. И на следующий ход ты уже берешь плюшку с моря. Плюшку с моря ты заберешь сейчас. Пригодится нам сей тяжелый час. Еще черный дракон. Сафири. Черный дракон это по факту уже... А хотя мы еще будем этого ж грабить. Теклиса. Черные драконы будут нет-нет появляться. У тебя... У тебя все найс. Да? Сам он. Подобные возвращения как раз-таки одобрят темные эльфы. Штурм... Штурм, штурм, штурм. Может просто сейчас произойти штурм, а флот ушел. Потому что тут придется потратить все очки передвижения. Можем выйти допустим вот как-то так. Чуть поближе. Чтобы ему было попроще. встать режим патрулирования. Он нападет. Вот эти корсары они кажутся искусственным интеллекту очень слабенькими и провоцируют его на атаку. Добивать стоит. В принципе я его отпускаю. Кусь бегает так. Хелеброн разворачивайся плыви на север. Здесь достаточно сейчас, ребят. они теперь будут плавать по двое. Сбежать решил. Чуть отойди. Они теперь этот будет молодого учить. все премудрости жизни ему рассказывать. Рухнувшие врата но забери чтобы провинция была полноценной. просто купил давай налоговую ставку давай пока что ресурс золото есть ранг скорость исследования ветромагии здесь предлагаю в принципе либо на рабство либо ресурс сейчас постройку обеспечить давай ресурс рабов мы сюда все равно нескоро запихнем достаточном количестве дилемма по деньгам нет сейчас дилемма нам не нужна пустой слив денег будет твоё улучшение тоже игнорим но вот этот стэк можно попытаться разбить кстати ковчегом не доводить дело до греха разбить его здесь все-таки мы тут три стэка разозлили они сейчас элиты и обзаведутся и будут лютыми на нас идти ковчеги чем плохи они добить не смогут стэки на сушим так ты готовься как бы это жестоко не звучало но твоя смерть он не не пойдет этим стэком я думаю на остров мертвецов один стэк разобьет вообще в легкую поэтому ладно давай сюда рискну отправлю тебя сюда ну а флотоводцам надо если что атаковать сейчас всех докручу все походили да нападаем можем сейчас даже добить в этой серии все-таки текущих условиях серии может порой хотя бы надо делать чуть длиннее да в этих сложных условиях когда будет сражение за сражением давай доход от рабов чуть торговлю увеличим количество самоцветов в нашей империи и нападаем корчаков они тем более на ускорении будут в нас естественно не верят но все это мелочи на воде данный стэк сейчас будет полностью уничтожен нападаем нападаем используем бомбеж о кстати можем снова на высоту залезть но с другой стороны для пиратов высота сейчас это не нужно у них нет такой дальности стрельбы с этого утеса они ничего не смогут сделать то есть он такой прям роли не играет сюда можно только если артиллерию завести учитывая что у него нет летунов артиллерия могла бы там как-то себя проявить дополнительно артиллерия до нас не добивает отлично начинаем битву ждем 45 секунд он в бой не идет великолепно пушка тоже там ждет своего часа ждет удара молнии опа не разрушили не сломал но вторая уже должна точно естественно настроение твое испорчено и он идет в атаку все пиратики не торопитесь в принципе пешочком пока идите мы здесь по мелочи их будем бомбить они тоже идут пешком просто ух ты мерзавец идет пешком и спасает отряд и уже даже от котла убегает вы чё там съели чё за умняшка такую это умняшка нам не сильно нравится в текущей ситуации если смотреть все что происходит сейчас в компании так а чё тут залетело в тебя что-то что-ли шарик огненный какой-нибудь миазмы наверное миазмы чё высоту идешь занимать я не понял холоп так убиваем так тут полководец не такая большая опасность поэтому рыцари хаоса пока поцвете либо сейчас придется использовать взрыв хотя возможно взрыв в любом случае придется использовать давай 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 отступайте назад хотя тролли уже побежали считай тролли уже уничтожены их нужно добивать нельзя им позволить вылечиться артиллерия артиллерия ты уже можешь по пехоте бить ну куда давай сюда давай сюда медленно и уверенно против хауситов так пираты тоже хорошо заходят у них стрелков в большом изобилии нет это бежать можно будет уже что да 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 спокойно если что вокруг хоровод сводим вы заворачивайте вот сюда уже уводите их так ладно сразись все отлично спасли отряд от кавалерии а здесь продолжаем по выбранному курсу идти так за вами он не пошел полководца скоро уничтожите так иди иди ближний бой тут избранные правда уходи уходить помогать с этой стороны орудия уничтожат но ничего страшного это легко восполнимые потери в крайнем случае они могут убежать сейчас будут еще живые живее всех живых тут по факту главная полководца на самом деле не слиться а он с избранными сражается так что лучше уходить они не особо шустрые ребята выходите они ребята не особо шустрые вперед 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 эта победа сделает нас сейчас хоть чуточку успешней и капельку богаче отступай сюда отступай к своим там полководца можно было бы взорвать но это нужно еще 17 секунд его продержать ладно давай сразись продержишься это время ты продержишься я уверен как раз избранных с собой заберешь не всех правда тут они в такую очередь живую выстроились отступать ну и по идее его вся армия должна быть уничтожена сейчас так как на ускорении была полководцем по моему убили они вон он убегает пока есть возможность униженного врага так добить этим нужно пользоваться там 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 долго уже будете гнаться завершаем хотя вон смотрите по полосочкам красным скажем так многие еще остались живы и даже боеспособны этот стек необходимо уничтожить если он еще не уничтожен полностью хаусит и будут работать на нас нет стек топим замечательно здесь еще харн один если что он тоже я думаю может пойти на дно высадка в море это достаточно трудоем процесс до нашего ковчега он не должен дотянуться можно сдавать фоклон давайте сдадим ход там если ну бой то ну бой сохранимся завершим серию нет в начале нового хода завершим тебе что-то можно улучшить разорение поселений доход от трофеев после битв давай доход от трофеев увеличим здесь немножечко ускорим рост может поможет может нет будет смешно если не эти поселения вообще не тронут но должны выжигать должны выжигать все и отряд норска там еще один есть на альбионе гномы союзу он смотрите хексуатель сотека помирился все-таки родство взяла свое представьте мы были бы на их месте до раз чтобы взял салют и никогда в жизни нам плевать открыл плевать я культ сотека я буду тебя давить хоть ты мой брат вот такая вот жестокая судьба скавины великолепно южные земли здесь покоряют бретонцев уничтожают в общем долго архаона ждать конечно прям да две волны и достаточно мощный можно сказать усилены если подготовиться ждать военный союз подписывать не хочу а теклес свою столицу потерял судя по всему флот ужаса здесь доминирует да здесь флот ужаса смотрите он уже захватил надо посмотреть кстати я не обратил внимание в дипломате сколько у флота ужаса поселений регионов потому что но он у теклеса там забрал территории за флот темных эльфов мстит отчасти возможно вампиры в этом прохождении сомневаюсь что будут уничтожены хотя могут хауситы сейчас продавить нам за рейкланд держаться это стоит провинция с большим количеством рабов с приличным доходом потенциально ултуан может стать новой кормежкой и вот она драка драка нашего сезона сколько стеков в итоге он засчитывает 4 ну да 4 стека идут в зачет идут в сражение будем сейчас бомбить их будем взрывать будем расстреливать убивать если что наша эльфийка готова даже контратаку я думаю сделать один стек уничтожить может бомжиков каких-то добить при поддержке ковчега это вполне возможно но еще рано об этом думать нам нужно здесь сразиться победа победа возможна мы 4 стека смогли бы удержать будь на горон прокачан до 5 5 левел и вышки которые там бомбезные они бы подкрепление просто в хлам бы унижали они бы подходили потихонечку постепенно а вышки бы бомбили а эти вышки ничего не сделают так что это поражение но мы сделаем постараемся выжить максимум почему бы такие бабки отдали зря чтобы заставить монстр но в следующей серии друзья мои на сегодня все с вами был веру всем добра пока пока пока